Скинули видео, довольно интересное видео с канала Проект Магнит. Я не знаю, может быть кто-то смотрит. Я этот канал очень давно начал смотреть, прям очень я на него подписан. Был даже маленько в шоке, когда это видео скинули, и это видео как раз-таки находится на этом канале. То есть, в общем, канал про хорошие, про добрые дела. Его ведущий, автор этого канала, Эд, его зовут. Как раз-таки, не знаю, если честно, с какой он страны, с какого он города, но какая-то вот южная страна, то есть, Сочи там или что-то подобное. Кавказ, в общем, какой-то. Но, тем не менее, я о чем говорю, то есть, кому интересно, проходите на этот канал. Называется Проект Магнит. Ссылку скидывать не буду. Название простое, я думаю, найдете. В него можно просто залипнуть. Вот серьезно, кто не смотрит, советую. Ну и, разумеется, салфетками запасайтесь, поскольку это канал про добрые дела, друзья. И, как раз-таки, на этом канале, смотрите, BTS ставят рекорды Ютуба и шокируют людей своими добрыми поступками. Я никак не мог ожидать, что на его канале, как раз-таки, будет такой материал. Но давайте мы все-таки ознакомимся и посмотрим. Какая-то благотворительная помощь, судя по всему. Всем привет! Меня зовут Эд, и вы на канале Проект Магнит. Друзья мои, южнокорейская группа BTS много раз уже мелькала в трендах. Я заходил, смотрел, что же происходит. Их творчество меня абсолютно никак не зацепило. Но потом я решил покопаться и узнать, кто же они такие. Просто было чисто интересно. И тут я наткнулся на золотую жилу. Эти ребята занимаются благотворительностью, причем не в одиночку, а вместе со своими фанатами. Именно об этом я вам сейчас и расскажу. Поехали! Уже в который раз я замечаю в трендах корейскую кей-поп-группу BTS, у которой что ни клип, то очередной хит. Например, только за одни сутки их новый ролик набрал более 100 миллионов просмотров установить... Да, видео довольно старенькое. Довольно старенькое видео 19-го года. Но, тем не менее, сути это никак не меняет. Давайте смотреть. Я более чем уверен, что многие из вас не смотрели даже это видео. Более чем уверен. Потому что у меня в комментариях, опять же, попадаются люди, которые пишут спасибо. Я первый раз с тобой смотрел. Это действительно приятно. Я, кстати, вчера, наверное, минут 40 сидел. Я обычно долго сижу в комментариях, пытаюсь всем прям пролайкать, пытаюсь всем вот эти вот сердечки поставить. Ну, потому что не могу я по-другому. То есть тебе человек пишет, вкладывает в комментарии, грубо говоря, всю душу, да? Ну, на него отреагировать я не могу. Никак не отреагировать я как бы вот не могу. Если меня комментарий цепляет, я обязательно лайкаю. Интересное, что они возглавляли Россию. И вот бывает, сижу как раз-таки по полчаса, по часу. Ну, вчера где-то минут 40 я сидел, если честно. То есть я последние 6 или 7 видео просто просматривал. Комментарии там добавляются. И отличные комментарии, друзья, да. Приятно читать. Спасибо. У BTS это ARMY. Ребята по-настоящему приносят пользу миру. Возможно, это чисто пиар-ход. Возможно, продюсеры специально создали ребятам такой ангельский имидж. Возможно, сами парни с добрыми сердцами. Неважно. Не слушайте его. Вот то, что он до этого говорил. Он не знает, в принципе, да. Он просто предполагает. Как и всем вначале. Главное, благодаря им делается много хороших дел. И именно о них я сейчас вам расскажу. Он имел в виду, знаете, что, наверное, вот эти вот всякие блогеры, да, которые сначала делают одно, творят всякую хрень. Допустим, обманывают людей в том же Телеграме. Всякие каперские чаты и так далее. А потом благотворительностью занимаются. То ли это животное благотворительность. Знаете, там, в приют какую-то еду принести. Там, в фуру, допустим, риса, гречки тот же, вот этот чувак Кэдвард бил. То еще что-то. Любая благотворительность для того, чтобы прикрыться. Вот он это имеет в виду. Но все мы ведь знаем, что это не так. Начнем с того, что год назад они пожертвовали... Относительно вот этих вот ребят имею я в виду. ...полтора миллиона долларов на благотворительную компанию Love Myself. Она направлена на защиту молодого поколения от актов насилия со стороны общества. Неважно, кто вы, откуда вы, ваше половое самоопределение или цвет вашей кожи. Просто расскажите о себе. Найдите свое имя и свой голос. Я Ким Намжун. Айдол и певец из маленького корейского городка. Как и большинство людей, я сделал много ошибок в своей жизни. У меня много недостатков и еще больше страхов. Но я начинаю любить себя постепенно. Шаг за шагом. Заявил он. Но это лишь верхушка айсберга. Каждый из этих ребят, независимо от группы, делает добрые дела. Кто помогает своим бывшим школам и университетам, селам и маленьким городкам, кто детским домам и домам престарелых, делится прибылью с приютами для животных, спасает онкобольных детей и многое другое. Ну ладно они, оказывается, фанаты по всему миру, и в том числе в России, делают то же самое. И сейчас вы узнаете, какие такие добрые дела сделали армии BTS. Так, мне интересно. Очень интересно. BTS и тачки. Ну ладно, это может быть рекламы. Это ничего страшного. Просто знаете, если сравнивать, допустим, с нашими же исполнителями, которые достигли какой-то популярности, они хвастаются в основном своими машинами, своим имуществом, которое есть у них. Я не знаю, есть ли это, но я уверен, что у ребят, конечно, есть машины, скорее всего, и неплохие машины, но я более чем уверен, что они ими не светят. Более чем уверен. BTS, вдохновившись своими айдолами. Индия. Собраны средства на обучение. То есть, это я к тому, что достичь такой популярности, быть молодым, амбициозным человеком, да? Молодой. Ну, блин, 25 лет нет многим. Да, всем там 25 лет. Там, по-моему, 24 самому старшему. И что нужно в этом возрасте обычно? Развлекаться, по клубам ходить. Ну, обычному человеку, да, допустим, при деньгах. На крутой тачке ездить, выделяться. Им этого не надо. Им этого не надо. У меня вот там видео есть еще одно готовое. Я, может быть, его либо сегодня выложу, после этого, либо потом когда-нибудь, не знаю. Вот там как раз-таки о их приоритетах, о их ценностях, о чем они, в принципе, мечтают. Ну, как мечтают. Что им больше всего не хватает. Ладно, давайте смотреть. Вот хотя бы один бы блогер, знаете, хотя бы один пожертвовал бы что-нибудь от чистого сердца. Просто так, а не чтобы прикрыться. На пожертвования были приобретены обеды для 200 человек из больницы Янгон Дженерал. Были собраны средства для помощи людям, пострадавшим от наводнения, в честь дня рождения Чонгука. Турция. Фанаты перевели собранные деньги на нужды ЮНИСЕФ детям с ограниченными возможностями. Казалось бы, да? День рождения. Участникам мега популярнейшей группы. Наоборот, тебе должны все подарки делать. Но нет, даже в свой праздник пожертвования с его стороны это прямо очень много стоит. Очень вот действительно. Но вот одну вещь я не понимаю. Вы в комментариях писали, что, допустим, молоко. Чонгук молоко пил, скупили молоко. Там что-то засветилось в кадре, скупили вот это. Ну зачем это надо? Зачем скупать вот просто вот те вещи, которые просто мелькали в кадрах? Я понимаю, да? Там вот хорошие дела. Пожертвования в какие-то фонды, в какие-то больницы, где вот нуждаются в этом. Зачем делать пожертвования в магазины? Зачем скупать все молоко? Зачем скупать все тачки, которые, блин, рекламируют там? Вот это вот не понимаю, серьезно. Фанаты отправили пожертвования в начальную школу города Павии в рамках Panda Cares, Южная Корея. В честь дня рождения Чонгука армии пожертвовали средства фонд помощи детям больным лейкемией. О чем парень сам и написал. А, это армия пожертвовали. А, это получается и Чонгук пожертвовал, и армия еще пожертвовали. Лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями фонд «Подари жизнь». Малайзия. Армии провели благотворительное мероприятие, выставку, чтобы собрать деньги и привлечь внимание к местным благотворительным организациям. Индонезия. Фанаты сделали пожертвования для посадки новых деревьев и озеленения. И в той же Индонезии армии посетили детский дом по собственной инициативе. Я извиняюсь, у меня экран постоянно пропадает. Так что, если что-то опять там оборвалось, я попытаюсь, конечно, вставить. Но, тем не менее, суть-то ясна, да, неважно, картинка не картинка, там просто показывали. Суть-то ясна, в принципе. И даже местная газета упомянула об этом. И вот совсем недавно, в честь пятилетия, группы фанаты опять-таки активировались и сделали кучу хороших дел. Например, в Непале пожертвовали еду и одежду нуждающимся детям из Катманду и беспомощным людям. В Иране собрались... О, вот в Непале, в Индии, знаете, в Индии очень много вот таких вот нуждающихся, очень много. Я ранее смотрел блогеров индийских, которые, знаете, ну, готовят в огромных котлах, на улице готовят, прямо все это делают. Неважно, какая там антисанитария, неважно. Ну, это выглядит красиво. И потом просто несут вот этот весь, неважно, что там, пиццу они огромную готовят. Ну, таких каналов дофига, если честно, неважно. Все, что угодно. Они вот приготовят огромный такой чан. И просто несут, либо в дом престарелых стариков кормят индийских, либо в детский дом детей кормят. Вот это вот тоже, блин, хорошо. Понятно, да, что они там просмотры на этом, ну, понятно. Но конечный-то результат, он тоже ведь вот... Я, кстати, кровь тоже сдавал, я тоже донор крови все еще. У меня просто редкая группа крови, по-моему, третья отрицательная редкая. Самая, или четвертая. Ну, вот самая редкая у меня, блин, я забыл, какая. Ну, ладно. Тут у по охране животных около 500 килограммов корма для собак. И, как сообщается, 300 из них были оплачены с кармана одного из ребят. То есть многое, во что включаются фанаты, обретает такую популярность, что доходит до лидеров группы. Можно сказать, фанаты теперь уже стали сами предлагать ребятам, в чем участвовать. И это очень круто. Продолжать говорить об их делах можно еще очень много. Ребята, у тебя очень холодно все. Углушительный успех, пройдя очень долгий путь в Корее. Там не так просто стать виздуемой. Нужна очень большая стажировка. И вместе с этим, с их популярностью, растет и количество, и качество хороших дел по всему миру. Я за такую популярность. Я за такой пример своим фанатам. Это тот редкий случай, когда, казалось бы, бессмысленное кривляние на сцене имеет за собой бэкграунд с неисчислимым количеством хороших дел. И когда понимаешь, что благодаря таким выступлениям спасаются жизни, то закрываешь глаза на все. Парни действительно делают много хорошего. Группа BTS хороший пример того, как надо использовать свою медийность и популярность. Нужно направить ее в правильное русло. Потому что за вами идут миллионы людей. И пусть они идут по правильной дороге, которая в итоге приведет к хорошему результату. Ну и мы с вами, друзья, должны быть магнитом и притягивать свою жизнь только самое лучшее. Ой, какое видео прекрасное. Вот не поймите меня, предвзято как-нибудь. У меня давно была такая мечта, что вот когда-нибудь, когда-нибудь я, может быть, стану популярным. Да, может быть. Ну, может быть, это будет через годика, два, три. Я не знаю, но... Я надеюсь на это. И я тоже буду помогать кому-нибудь. Я уже в приюты старые вещи свои таскал. Старые вещи, вот это вот, которые лежат здесь, мы таскали. У меня еще собаки были, мы таскали все это в приюты. Но вот это вот очень, конечно, вот такие вот видео, вот мне очень нравятся. Это очень прямо вдохновляет. Ну, это просто божественно. Это вот... Я не знаю, как еще описать. Это просто классно. Мне нравится смотреть такие видео, потому что я узнаю больше о них с другой совершенно стороны. То есть, клипы смотреть, видео смешные смотреть, это да, это понятно. Здесь можно узнать вот их, как они внутри там, какая у них... Ну, что вообще они как бы себя представляют, да, находясь за сценой. То есть, какая у них там, в принципе... Какие взаимоотношения у них между собой. Здесь вот такие видео, это совершенно другое. То есть, ну, это просто вот что-то с чем-то, действительно. Ладно, друзья, я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, многие из вас это видео не смотрели, кто посмотрит. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока.